К другим темам. Здоровым городам, здоровый туризм. Представители 35 российских городов, а также Армении и Белоруссии встретились в столице республики, чтобы обсудить перспективы развития туризма. Чтобы разговор получился более предметным, чебоксарские власти, как организаторы конференции, подготовили несколько дискуссионных площадок. Гости познакомились с городской средой, лечебно-оздоровительной и туристической инфраструктурой города. С утра и сразу на праздник в новом городе гости приняли участие в открытии инклюзивной детской площадки. Удовольствие для бюджета не дешевое, поэтому к возведению таких объектов подключается бизнес. Сейчас в Чебоксарах активно формируется комфортная городская среда. Столица Чувашии вошла в федеральный проект. Жители часто хотят одного, а проекты реализуются таким образом, вот как их мыслят, или там больше в интересах тех, кто их реализует, нежели тех, кто, собственно, является потребителем этих проектов. Это большая проблема. Даже проблемой является то, что сами жители не всегда могут договориться и понять, что они хотят. В Чебоксарах каждый проект благоустройства, неважно, двора или парк, обсуждают с жителями микрорайона. И этот опыт другие города могут взять на вооружение. В центре внимания участников конференции была и проблема развития водного туризма. Мы ежедневно можем принимать до шести судов на два причала, что невозможно было раньше это делать. А до в год получается, то есть мы принимаем порядка 300-330 судов. Эксперты считают, этого недостаточно. Потенциал реки используется не в полной мере. И здесь важна совместная работа поволжских регионов. Необходимо объединять и консолидировать усилия. Мы должны активно в работу по освоению водного туризма, включать моногорода поволжского региона, индустриальные парки поволжского региона, активно включать все 53 отрасли народного хозяйства, которые связаны с развитием туризма. Еще одна группа участников конференции изучала возможности Чебоксар как площадки для медицинского туризма. Эксперты считают, Федеральный центр травматологии, онкодиспансер могут привлечь в город не только россиян, но даже и иностранцев. Например, российская медицина сегодня востребована у жителей Ирана и Китая. У нас даже если операцию сделал какой-то великий человек, великий хирург, то процесс выхаживания и последующая реабилитация – это большие проблемы. У нас в принципе этих институтов в стране нет. Здесь я вижу, как это все реализуется, и здесь я вижу перспективы в этом. То есть пациент, приехав и получив медицинскую помощь, он может пройти как выхаживание, так и последующую реабилитацию, то есть довести свое здоровье до нужного состояния. Сейчас в санатории «Чувашия Курорт» активно развивают реабилитационные программы. Закупили оборудование для тех, кто восстанавливается после инсультов, инфарктов и тяжелых травм. Это аппараты для вытяжения позвоночника, мануальной терапии, вакуумно-роликового массажа, имитатор ходьбы. Я абсолютно удивлена. Я только 6 месяцев сейчас нахожусь в Российской Федерации. Это третий город, который я вижу после благовещенства Казани. Я очень удивлена этим, что Российская Федерация делает сегодня за здоровье своих граждан и населения. Участники конференции отметили, что здоровый туризм – понятие широкое. Оно включает не только высокие медицинские технологии, но и экологически чистую пищу, благоустроенные парки, понятную и доступную городскую инфраструктуру. В городской инфраструктуре понравились какие-то нюансы, которые помогают даже не только туристам, но и самим жителям города. Например, там электронное табло ожидания автобусов. У нас в городе это не реализовано, здесь это прекрасно работает, действительно очень удобно. Участники Ассоциации «Здоровые города» – это не только столицы регионов, но и небольшие населенные пункты. Понятно, что для развития муниципалитета одних только бюджетных денег не хватает. Поэтому на конференции несколько раз подчеркивали, что необходимо активно включаться в различные государственные программы и получать уже федеральное финансирование.